Может, здесь, кто на странице, кто в зуме, сейчас я смотрю, у нас очень много заходит уже участников. Я представляю вам наших коллег, прекрасных двух девушек, хрупких, да, кажется, Дагестан — это какая-то такая история про брутальность. У нас две хрупкие девушки, которые сегодня расскажут про, собственно, Дагестан, какие есть особенности. Если будут вопросы, пожалуйста, в конце задавайте. Да, коллеги, спасибо. Аня, тебе и Вике, в первую очередь, спасибо за предоставленную площадку, за предоставленную возможность рассказать немного о нас, потому что мы смотрели результаты опроса и были приятно удивлены, какой интерес вызывает наш регион, и поэтому хотели бы немного рассказать о нас, кто мы. Собственно, мы принимающая компания The Locals, и мы представляем регион Дагестан. Мы занимаемся организацией выездных мероприятий уже порядка 15 лет со стороны Майс-агентства. И, на самом деле, идея о создании ДМС в Дагестане вынашивалась давно, потому что, честно говоря, было немного обидно за регион, он такой красивый, несправедливый, забытый. А тут действительно есть что посмотреть, что показать. И как-то, знаете, так звезды сошлись, и корона нам в этом помогла, и мы смогли воплотить этот проект, потому что высвободилось достаточно много свободного времени. И как-то все так легко пошло, и все получилось, и вот мы создали наше агентство. И считаем, что основным плюсом, преимущественным плюсом является наш опыт, потому что мы понимаем структуру Майс-рынка, мы понимаем ее внутри, конъюнктуру, мы знаем, как создать Майс-продукт, как его реализовать. Это очень важно. Ну и второй основной наш плюс в том, что мы находимся здесь, находимся мы в Чкале, мы можем решать все свои вопросы оперативно, потому что все-таки регион непростой. Есть своя специфика, поскольку в регионе, на самом деле, помимо нас, есть много и тревел-агентств, и туроператоров, и все они прекрасно занимаются приемом туристов, с удовольствием принимают группы. Но это все-таки немного другое. Туроператорский продукт отличается от Майс-продукта, и не понимают они всех тонкостей организации мероприятий именно для корпоративных клиентов. Мы понимаем, знаем, умеем это делать, и поэтому мы решили создать свое агентство, свое DMC именно в Дагестане. Я хотела рассказать о минусах направления. К нам часто приходит такой вопрос, девушки, расскажите нам откровенно, какие минусы вашего направления, потому что регион достаточно для всех загадочный, покрытый тайной. И, конечно же, вокруг не уходит много слухов. Я сейчас обозначу, какие минусы в регионе есть с точки зрения организации мероприятий. И самый первый такой недостаток, с моей точки зрения, это то, что в настоящий момент спрос на Дагестан превышает предложение. Что это значит для нас? Это значит, что желательно, чтобы вы планировали мероприятие с вашими заказчиками за несколько месяцев вперед. Конечно, сейчас тоже можно найти что-то на конец мая для небольшой группы, может быть, даже на начало июня. Но чтобы организовать поездку, продумать все-все детали и выбрать все самое лучшее, в сентябре, пожалуйста, присылайте запросы сейчас, чтобы мы могли вам все рассказать и подготовить предложение. Очень много хороших гидов, есть хороший транспорт, есть замечательные рестораны и отели, но этого всего очень мало, и все это на расхват. И касаясь темы отелей, честно признаюсь, что сейчас у нас в Махачкале всего два отеля, которыми пользуемся чаще всего. Хорошие отели есть, но их очень мало, и, соответственно, планировать их тоже нужно заранее. Хорошая новость в этом плане, то, что сейчас очень много сил брошено на развитие региона, ну, как и на развитие всех регионов России, я думаю. И к нам в ближайшее время должны зайти такие отельные цепочки, как Рэдисон. Частенько проезжаем мимо этого здания, которое как раз сейчас достраивается. Мы знаем, что сейчас достраивается здание новотеля, уже приезжала цепочка, все смотрела, вела переговоры. Недавно должен был открыться Азимут, открытие планировалось на мае, но, к сожалению, в последний момент что-то пошло не так. И, в общем-то, рано мы радовались, Азимут пока что не открыт. Конечно же, когда вы приезжаете в Дагестан, естественно, вы хотите поехать в горы. Так как это достаточно длительные поездки, то есть для того, чтобы добраться до какого-то места, нужно потратить минимум два часа. Мы часто планируем программы с ночевкой в горах. И, опять же, в горах сейчас есть только два отеля, которые мы можем смело рекомендовать. Причем один из них постоянно занят, а несколько месяцев вперед. Опять же, призываем вас, если у вас есть интерес к Дагестану, запрашивайте, делайте запросы сейчас. И что касается всего вышесказанного, то я хотела бы обозначить размер группы в Дагестан. Если это 10-50 человек, то не стоит задумываться, присылайте запрос, планируйте поездку, все для 50 человек. И, конечно же, для 10 человек есть все в наличии, нет никаких проблем, хорошие отели, рестораны, все-все-все. Если вы планируете группу 50-100 человек, то здесь, скорее всего, придется отказаться от ночевки в горах, по крайней мере, сейчас. И если вы планируете группу более 100 человек, то такую группу тоже принять можно. Но, опять же, повторюсь, все планировать нужно очень сильно заранее. И, скорее всего, сейчас разместить такую группу можно будет либо в двух отдельных отелях, которые… Махачкала, в принципе, достаточно маленькая, и все близко, но, тем не менее, не все это любят. Группу можно поместить либо в двух отелях. Ну, вот что еще хотелось бы отметить, да, вот некоторые нюансы, просто хочется объяснить, донести это для наших клиентов, агентов. Есть нюансы в регионе, да, вот у поставщиков тотальное недоверие к власти, и есть еще элемент финансовой безграмотности. Большинство поставщиков стараются избегать работы по безналичному расчету. И, соответственно, большую часть услуг нам приходится оплачивать наличными, да, что, естественно, не может не сказываться на стоимость продукта. Это к тому, что мы стараемся обосновывать стоимость каждой нашей позиции, да. Более того, вот всех наших поставщиков нам приходится очень четко контролировать, потому что это, опять-таки, специфика ментальности. Ты на словах вроде все проговорил, все хорошо, все отлично. Когда дело доходит уже до реализации, выясняются какие-то нюансы, недопонимание. И для того, чтобы понять, что твой поставщик тебя понял именно так, как надо, ему нужно задавать очень много вопросов. Нужна личная встреча, присутствие, знакомство, выстраивание доверительных отношений, что, конечно же, сложно сделать на расстоянии. И это тоже к тому, что вот какой плюс нашего присутствия в регионе. Ну и к тому, что даже элементарно пока нет опыта деловой переписки у местных подрядчиков, да. Когда ты пытаешься их выводить на электронную переписку, у них нет элементарных навыков этой переписки. Они не могут четко сформулировать предложение, подать его так, как нужно. И это очень сложно понять людям, которые привыкли работать в другом формате. Поэтому, конечно, мы в данном случае работаем своего рода переводчиками. Мы транслируем все предложение, которое готов нам предоставить поставщик, своему клиенту. И стараемся его адаптировать. Что еще можно сказать? Ну и, конечно, хочется сказать о навалевшем вопросе о сопровождении. Да, очень много вызывает вопрос, почему сопровождение, почему мы часто встречаем в наших методах сопровождения двух человек, даже если группа небольшая. Но дело в том, что у нас достаточно сложная логистика в регионе. И для того, чтобы организовать хорошо маршрут, требуется задействие не только включить в работу сопровождения, не только работу непосредственно сотрудника. Но мы подключаем технический транспорт. Нам приходится инспектировать все вперед на опережение событий. То есть, если группа едет по маршруту, мы едем вперед, проверяем локацию. Потому что проверку, контроль, качество требует каждое место, каждая позиция, которую мы бронируем. И для того, чтобы этот конечный продукт оказался качественным, клиент остался доволен, нам приходится прикладывать достаточно много усилий. И все эти затраты, тех транспорт, носильщики в какой-то степени, потому что где-то нам приходится даже организовывать вплоть до мебели и посуды для организации каких-то там ивентов и площадок, для обустройства каких-то площадок. Потому что, повторюсь, регион был на самом деле не готов к такому обвалу, к такому интересу. Мы долгое время находились в забвении, и сейчас на нас просто обрушился этот шквал, поток запросов. И многие локации у нас просто не адаптированы. Людей надо обучать, им нужно рассказывать, показывать. Для этого нужно время. Но поскольку у нас нет этого времени, мы стараемся взять все это на себя, нагрузку. И поэтому включаем в сопровождение все расходы. Поверьте, цена, которую мы предлагаем за сопровождение, она абсолютно обоснованная. И оправданная. Ну вот, наверное, такие вот основные моменты по логистике. Юля уже вроде как сказала. Что хочется еще сказать о направлении? Вот чем уникальное? Уникальное, наверное, тем, что на площади, вот представьте себе, на площади 50 тысяч квадратных метров у нас проживает порядка 60 народных, из них 30 – это коренные жители. И это люди с абсолютно разной культурой, с разными языками, с разными традициями. И то, с каким умением и мудростью они умудряются выживаться на протяжении многих веков, уже о многом говорит. Говорит о том, насколько мы радушные, гостеприимные, щедрые и всегда рады гостям. И я уверена, что все, кто приезжают к нам, они остаются с очень приятными впечатлениями. Я уже не говорю о том, насколько поражают просто красоты местные. И я настолько влюблена в наши горы, в наше море, в наши города, в архитектуру городов. И мне хочется прям с удовольствием поделиться этим и показать это как можно большему количеству людей. И, конечно, мы будем рады, мы будем рады вам, вашим новым запросам. Мы будем рады с вами поделиться всей этой красотой и организовать это все максимально качественно. Поверьте, вы не пожалеете. И, соответственно, если у вас какие-то будут вопросы, пожалуйста, мы с удовольствием ответим на все вопросы, потому что понимаем, что тема такая горячая, и мы в вашем распоряжении. Коля, расскажи пока, может быть, не все в курсе, как сейчас удобно добираться, собственно, до Махачкалы, там примерно сколько билет стоит. Выбор рейсов на самом деле большой, начиная от Аэрофлота, Сибири, Уральской авиалинии. Очень большой выбор. У нас летают самолеты как электрички, потому что направление достаточно популярное и очень поток сейчас увеличился, поэтому поставили много новых рейсов. Средняя стоимость билета, конечно, если мы говорим о групповых, где-то, наверное, в пределах от 15 до 30 тысяч. Тут надо, конечно, брать во внимание даты, насколько они близкие, насколько они горячие. Если это высокий сезон, если это праздничные дни, то, безусловно, сразу тарифы взлетают. Если вы берете заблаговременно, я вас уверяю, можно найти хорошие, удобные тарифы. Ну и, соответственно, выбор рейсов достаточно большой. У Аэрофлота очень удобные рейсы, у Сибири удобные рейсы. У Аэрофлота, например, прилет утром. То есть, если мы выстраиваем программу так, чтобы застать какую-то экскурсионку в первый день по прилету, то, пожалуйста, вы можете прилететь Аэрофлотом в 11 часов утра, и мы уже можем погнать по какой-то программе, не теряя целого дня. Если хочется все-таки уже отдохнуть, то, пожалуйста, выбирайте рейс Сибири в 16-20 прилет. Можно организовать какую-то либо легкую обзорку, либо сразу отвезти гостей в отель, поужинать, и на следующий день уже начинать какую-то активность, либо конференцию. То есть, с этим сложностей никаких нет. Коля, а еще знаешь, какой вопрос у нас, допустим, у наших клиентов бывает по поводу тимбилдинга? Что за тимбилдинг в Дагестане? А можно вопрос задать девушке? Можно в порядке? Можно, конечно. Сейчас мы с тимбилдингом закончим, и следующий ваш будет вопрос. Спасибо. Ань, ну вообще тимбилдингом мы на самом деле не специализируемся. Это не совсем наша специализация. И привлекать кого-то на стороне, пока мы не готовы, потому что у нас нет как-то правовых специалистов по тимбилдингам. Потому что это требует проработки сценария, воплощения его. То есть, нужно нанимать людей, которые знают и умеют, как реализовывать данный продукт. Здесь пока таких людей мы не нашли. Но мы находимся в постоянном поиске, потому что, в принципе, вегистанцы народ предприимчивый. И я думаю, что через некоторое время все это появится, и мы сможем вам оказывать и такие услуги тоже. У нас сейчас вопрос еще есть. Андрей спрашивает, коллеги, а почему именно Дагестан? Не услышал изюминку, которую можно привлечь клиента к направлению? Если моя связь восстановилась, я хотела бы ответить на этот вопрос. Как меня слышно? Да, я слышу. Прекрасно, спасибо большое. Во-первых, хотела бы дополнить Гулю, прежде чем перейти к ответу на вопрос, по поводу тимбилдингов. Да, тимбилдингов, понимание пашков в мешках, их нет. Это правда. Но у нас есть мастер-классы, которые мы создали вместе с нашими коллегами на месте. У нас есть не только экскурсия, гид, отель, стандартные какие-то вещи. Мы разрабатываем уникальные продукты. Например, один из наших продуктов – это обед в необычном месте в горах. Это такой небольшой сюрприз, вау-эффект для группы, когда они едут через перевалы, выезжают на полянку, и вдруг там накрыт обед с красивой, аутентичной мебелью, скейтерингом, с традиционной кухней, с дегустацией, с какими-то небольшими мастер-классами. Мы привозим диджея. Это абсолютно нереальная атмосфера, когда вы можете смотреть на пики гор и одновременно пить вино на дагестанском ковре, делать подушку из шерсти. Все это есть. Единственное, да, конечно, мы не делаем какие-то спортивные активности, а-ля Олимпийские игры и прочее. У нас, отвечая на вопрос Андрея, три главных тимбилдинга в Дагестане – это природа, еда и еще раз еда, наверное. Не, ну, конечно же, еще это гостеприимные люди, потому что люди совершенно уникальные, люди не испорчены туризмом, они стараются максимально. И если вы раздумываете, ехать или не ехать в Дагестан, ехать нужно сейчас. Недавно мы делали дегустацию вина на винном производстве. Все мы знаем, как проходит винная дегустация, да? Вы приходите, вас сажают в такой зал, вы выпиваете по бокальчику вина, и как бы все этим заканчивается. У нас дегустация в формате хардкор. Вас заводят на производство, где стоят огромные чаны, в которых 17 тысяч бутылок вина. И вы делаете 17 дегустаций из этих винных чанов. Вы открываете каждый краник и наливаете себе в бокал вина. Через некоторое время наши предприимчивые гости понимают, что подход к краникам не ограничен. Он ограничен только вашей фантазией, желанием и физическим состоянием. Они поступляют в производство. То есть у нас, помимо всего прочего, кроме того, что горы красиво, сыто, пьяно, море. Вот Андрей пишет, что у нас есть море. Море тоже обязательно. Во-первых, не все знают, что Дагестан – это Россия. Мы иногда получаем вопросы, какая вам нужна виза, а какая у вас ситуация с коронавирусом. Изюминка Дагестана, что это Грузия и Армения в одном флаконе. Но это в России. То есть вы можете получить все преимущества тех направлений, которые столь нами всеми любимы, но у нас дома. Так, Юля опять подвисла у нас. Давайте дадим слово. Море, безусловно, тоже, помимо моря, у нас действительно есть разные виды активности. Есть и рыбалка, и охота, которую мы на самом деле не очень приветствуем, потому что мы все-таки за все живое. Но, тем не менее, есть различные виды. Можно организовывать и трекинги, и экспедиционные маршруты. То есть выбор каких-то активностей, он достаточно большой, просто требует какого-то времени на проработку, но это все, естественно, можно организовать. По морю, да, единственное, ну, море просто это такой немножко сезонный формат, а горы у нас доступны в любое время. Поэтому мы больше делаем акцент на горы, потому что именно такой вау-эффект производят на людей именно наши горы. Если вы приедете, вы действительно это увидите. Один Сулакский каньон, наш, наш Дагестанский фьор, до чего стоит, насколько там, пока вообще, пока вы ездите, например, в Аварские горы, у вас за три часа меняется столько ландшафтов и рельефов, что вы просто не можете оторвать глаз. Настолько быстро меняется и кардинально меняется картинка за окном. И даже вот эти три часа, они проходят настолько незаметно, и у тебя вот все время ощущение надрыва какого-то, насколько тебя поражает вот эта мощь, мощь гор и всей этой красоты природной. Можно я, если я опять вернулась в эфир, отвечу на пару вопросов по поводу дегустации. Вот Анастасия пишет, что это сомнительная дегустация. На самом деле все элементы традиционной дегустации, конечно же, соблюдены. Происходит рассказ о том, как работает производство, вам рассказывают о каждом виде напитка, вы все пробуете. Если девушка смелее вам обо всем рассказывает, просто гостям дается немножечко больше свободы, чем стандартная дегустация. Конечно же, это всем нравится. Что касается конференц-возможностей, сейчас у нас в одном отеле, который мы сможем смело рекомендовать, пять звезд, три конференц-зала, там вместимостью 50-70 человек. В другом отеле также вместимостью 70 человек. Есть еще выездные площадки, есть площадка театром, где можно разместить в условиях коронавируса. Это выездная площадка, это музей. У них очень классный, огромный лед-экран. Там можно разместить спокойно 200 человек. По-моему, вместимость 400. Но так как сейчас коронавирус, все рекомендуют сажать немножечко в отдалении, то 200 человек можно поместить спокойно. Плюс есть выездная площадка на море, которая оборудована тоже лед-экранами, с уфлёрами, там все-все встроено. В ней можно поместить где-то 100 человек. Там можно сделать конференцию на большее количество человек, но они, к сожалению, могут покормить обедом только порядка 60-70 человек в ресторане и на террасе, так как там площадка вмещает в себя одновременно и конференц-зал, и ресторан для обеда. В общем-то, пожалуй, и все. Для маленьких групп, конечно, не стоит вопрос. Есть какие-то маленькие комнаты комфортные, там для 10-15 человек. В общем-то, вот, что касается конференции возможностей. У нас еще есть вопрос от Ольги Конниковой. Она, может быть, пропустила. Долгие ли переезды на экскурсионных маршрутах или все достаточно компактно? Нет, Дагестан это не компактно. Поэтому, когда мы строим программу, в которой задействуем горы, мы либо везем людей и оставляем их ночевать в горах, потому что приезды примерно на 2,5-3 часа, приезды неутомительные. Мы стараемся делать очень красивые остановки для фотографирования, для каких-то небольших активностей. И плюс, как уже Гуля заметила, пейзаж регулярно меняется, и гостям совершенно не скучно. Мы стараемся не повторять маршруты, потому что есть разные подходы, и мы в одной программе стараемся не повторять маршруты. То есть, если вы приехали по одной дороге, уезжаете вы обязательно по другой. У вас нет вот этого ощущения повторяемости. Да. Если же группа обучается только в Махачкале и не желает ехать в горы или нет такой возможности, то примерно выезд, возьмем Карадахскую теснину, это где-то 2,5-3 часа в дороге, но, соответственно, с остановками интересными. Если брать Лакский каньон, то это порядка полутора-двух часов до Слакского каньона. Там вы проводите весь день, обедаете, там есть очень классный рыбный ресторан, и потом возвращаетесь в Махачкалу, и, возможно, заезжая на Бархан-Сыры-Кум. В Дербенте едем примерно 2,5-3 часа в одну сторону, но, опять же, мы уже делали такие программы, не было утомительно, гости не жаловались, постоянно были какие-то остановки, было очень весело, то есть не могу сказать, что было утомительно. Опять же, из группы едет гид, которая дает интересную информацию, там или молчит по желанию группы. В общем, некомпактно, это правда, но и не скажу, что это как-то утомительно, ужасно, и ты едешь, и нечего смотреть за окном, и тебе грустно. Нет, такого нет, все очень весело. Вот, если... Я хотела, кстати, пока, может быть, мы ждем каких-то дополнительных вопросов, если они будут... Хотела бы рассказать о том, что мы сотрудничаем... Такая хорошая новость, мы сотрудничаем с Министерством туризма достаточно плотно, постоянно, потому что они работают с нами над возрождением репутации региона как направления для корпоративного туризма. И сейчас пока что предварительно нам дали зеленый свет на ознакомительную поездку для наших коллег, потому что мы понимаем, что продавать что-то, чего ты никогда не видел, да, там, и опять же, искать изюминку по чьим-то рассказам достаточно сложно. Поэтому мы, конечно же, планировали очень давно фам-трип, но мы понимаем, что сейчас денег ни у кого нет, тратить дополнительные деньги на то, чтобы посмотреть какое-то новое направление, конечно, это не очень заманчивая идея, поэтому предварительно Министерство туризма нам согласовало бюджет на поездку, поэтому следите за анонсами, мы обязательно вас постараемся пригласить, и будем рады видеть в Дагестане. Ну, я думаю, как минимум, те, кто сегодня в зуме смотрит нас онлайн, пригласить нужно. Коллеги, хорошо, у кого есть еще вопросы, можете писать в чат, можете включить микрофон, сейчас озвучить. Ну, в принципе, кому, если будет интересно, что, получить какую-то дополнительную информацию о нас, мы готовы выслать такой небольшой дайджест, календарь, календарь событий в Дагестане. Всем заинтересованным мы сделаем рассылку, чтобы была какая-то предварительная информация о нашей компании, ну, и о регионе тоже, собственно. Поэтому... Вот здесь постройки вопрос. Самый большой зал при отеле, самый большой зал при отеле, Гуля, поправь меня, я не ошибаюсь, это 80 человек. Нет, есть зал на 100 человек, но это, да, если это плотная рассадка. Комфортно, да, до 80, верно. До 80 это классом или театром? Театром. Театром. Девушки, вот вопрос такой, вы так подробно рассказали, что только наличка, только вот обязательно два сопровождающих. Вы начали с того, что вы так сильно напугали, что, честно говоря, не расслышали вот той самой изюминки, чем вы отличаетесь, допустим, от Алтая, который тоже прекрасен и красив, да, чем вы отличаетесь, ну, я не знаю, Петрозаводска, того же самого, от Карелии, которая тоже славится своими природными ресурсами. Я так понимаю, что от Махачкалы ехать в горы 2-3 часа, вы сказали, это минимум, да, ночевка в горах, в горах ночевка, это где вообще? Вы какие-то там, я не знаю, шалаши юрты, или это реально хороший отель, или это гостевой дом, как это происходит все? Да, спасибо большое за вопрос. Так, меня слышно, Аня, все хорошо с эфиром? Все нормально, да? Да, все слышно, все хорошо. То есть я отвлекусь ответом. Смотрите, ну, чем отличается Кавказ от Алтая? Конечно, это Грузия и Армения. В принципе, я не могу сравнивать Алтай и Грузию, например, или Дагестан, или даже Сочи, потому что это совершенно разные продукты. И, конечно же, Кавказ, это, как всегда, горы, еда, гостеприимство. Сама Махачкала окружена горами. Единственное, что мы говорим о длительных переездах, например, когда мы едем посетить какое-то место конкретное, например, Карадахская теснина или Хунзахские водопады. Соответственно, вы едете все время по... Маленькие аулы, водоемы, все очень живописно. То есть нет такого, что вы едете-едете, потом начинаются горы. Махачкала уже окружена горами. И что касается размещения в горах, сейчас, наверное, до конца года закончится строительство отеля, который можно смело назвать пять звезд. Он будет на 17 номеров. В горах строятся два глэмпинга. И сейчас отель, в котором мы размещаем, это не совсем отель, это гостевой дом. Но это не гостевой дом в традиционном формате. Это такой... Давайте расскажу историю немножечко сначала. Есть такой аул, он называется ЧОХ. И этот аул долгое время находился в упадке, пока там не появился человек, который начал возрождать село и возрождать туризм. И он своими руками начал строить из дома своего отца сначала небольшую гостиницу. Сейчас она увеличилась до 10 номеров. Двери в ней не закрываются, как в любом доме, в любом ауле в Дагестане. Это, конечно же, не отель в его прям прям в прямом смысле, но это уникальное место, в которое вы ни в каком другом регионе не попадете. Там есть удобство, конечно же, душ и прочее. Размещение предполагается одноместное, двухместное, трехместное, есть четырехместные номера. То есть, если мы везем компанию 10 человек, они могут разместиться свободно, да, там, каждый в комнате. Если мы везем компанию побольше, например, в июне у нас планируется мероприятие на 40 человек, но они достаточно, они хотят повеселиться хорошенько, поэтому им не принципиально приспать одну ночь в таком доме, да, и мы размещаем 40 человек в этом доме. Вот, то есть у каждого есть кровать, у каждой комнаты есть свой санузел, что основное, наверное, важно. Плюс мы берем небольшой домик панорамный с пяти комнатами, и вот эти 40 человек там размещаются. Ну да, это двухместное, трехместное размещение в основном. Вот, но я надеюсь, что так как сейчас очень большие деньги вкладываются в регион, что скоро будет много новых классных мест для того, чтобы размещать группы. Вот, а пока что, пока что так. У нас и строятся там отели какие-то в процессе, буквально вот несколько отелей у нас в процессе должны открыться, если не к концу сезона, то к следующему году обязательно. Есть еще один отель у нас в другом селе, но дело в том, что сейчас глубина продаж достаточно большая, и очень, если мы делаем это намного заранее, то есть шанс, в принципе, расселить людей в горах тоже. Возможности такие есть. В принципе, если это все делать заблаговременно, не в последний момент. Какая самая максимальная группа получается, если в горах брать маршрут? Смотря на что готов клиент, комфортно, самое идеальное комфортное, если все хотят жить по одному, это 15 человек, мы можем разместить их по одному. Если гости более спокойно относятся к размещению вдвоем, то это уже 30-40 человек можно разместить спокойно, чтобы всем было комфортно. Вот еще мы коснулись моря, но вы не сказали, насколько там достаточно комфортный отдых, как наши привыкли, так скажем. У нас есть несколько отелей, которые располагаются на береговой линии. Есть, например, санаторий Каспи, в котором он достаточно недавно реновировался, он продолжает там какие-то работы, там приятная, благоустроенная территория, большие бассейны и внутренние, и внешние, крытые, открытые. Там шатры, лежаки, она полностью облагорожена, но единственный нюанс, это все-таки санаторий, там к услугам людей какие-то лечебные процедуры и особое питание. Но в целом, у санаторий неплохие отзывы, просто при расселении групп в этом санатории есть определенные сложности, потому что там сложный пропускной контроль. И допустить транспорт на территорию этого санатория вызывает некоторые сложности. Есть также, если в другую сторону смотреть, есть большой отель с очень большим номерным фондом, это научно-исследовательский комплекс «Журавли». Дизайн номеров в отеле достаточно такой простенький, но он свежий. Отель вообще 2016 года, тоже с очень большой спа-зоной, с большими крытыми бассейнами, есть открытый бассейн, он тоже на первой береговой линии. И с конференц-возможностей, там есть зал на 150 человек, есть два банкетных зала, тут 300 человек. И он работает на базе «Все включено», собственно, как и Каспий тоже. Ну вот, пожалуй, наверное, это два отеля, которые я бы отметила на Каспийском побережье, в которых можно селить группы. Просто тут как бы вопрос ожиданий. Если хотят номерной фонд уровня 5 звезд, то мы бы, конечно, рекомендовали присмотреться именно к самим номерам, насколько они будут отвечать вашим ожиданиям. Голя, скажи, пожалуйста, вот насколько реально совмещение, допустим, моря плюс горы в одной короткой поездке? Ну, в поездке, как обычно, у нас там, да, сколько там? Пять дней, четыре ночи. Понимаешь, Аня, тут же вопрос логистики, да? Одно дело, когда ты проживаешь в Махачкале, и другое дело, когда ты проживаешь в отеле у моря. Учитывая то, что в горы, дорога в горы у нас занимает, как правило, до трех с лишним часов, если ты проживаешь у моря, то у тебя длительность маршрута увеличивается еще минут на 30, на 40. И это очень критично для наших маршрутов, потому что, когда ты везешь от двух-трех человек, это одна логистика, когда ты везешь в большую группу, вы прекрасно понимаете, как он может увеличиться, длительность этого маршрута, и есть высок риск выбиться из графика. Поэтому тайминг, как правило, в таких группах у нас жесткий, и мы стараемся селить группы все-таки ближе к центру города, чтобы не терять время на дорогу. Ну, а также хотела бы добавить то, что... Слышно меня, да? Все нормально? Хотела бы добавить то, что Махачкала, в принципе, она располагается на море, поэтому если нет необходимости жить в каком-то спа-отеле, то приезжая в Махачкалу вы уже совмещаете горы и море. И вот я прочитала здесь вопрос. 15-20 человек VIP-уровня Дагестана настолько, что уехала VIP-группа. Все в восторге. И 30% группы возвращаются в личные поездки летом. Поэтому я думаю, это какой-то показатель для VIP-туриста. Да, у нас все есть. Есть вертолеты. Да, есть вертолеты, есть шикарнейшие рестораны, есть хорошие отели. Все есть. Для VIP-туристов все есть. Есть куча необычных идей, чем различить гостей. Песни, танцы, еда, горы, гостеприимство, душевность. Все, что любят наши VIP-туристы сейчас, все в Пакистане присутствует и со сбытком. Тут еще вопрос вот про отель Аллы Паруса. Я сейчас боюсь ошибиться, но я так понимаю, что отель Аллы Паруса в Дербенте – это тот отель, в котором 11 номеров, и около которого недавно шла стройка. Он есть, да, но мы его никогда не использовали, потому что он очень маленький и частенько занят. И, в принципе, у нас программа с ночевкой в Дербенте, так как ночей мало, мы стараемся акцентироваться на горы и размещать отель людей либо в Махачкале, либо в горах. Но, опять же, 11 номеров – это недостаточно для группы. Да, просто поясню, что Дербент от Махачкалы и относительно Аварских гур, куда в основном, где расположены в основном такие известные локации, он находится в противоположной стороне. Если мы делаем проживание в Дербенте, то мы не попадаем уже на тот же Сулакский каньон, мы не попадаем на Городахскую теснину, Гунип и так далее. Поэтому мы стараемся все-таки группу оставлять в Махачкале, потому что это удобное место, удобная локация, откуда можно попасть и в Дербент, и в Аварские горы также. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Потому что у нас формат этот был такой как бы экспресс, потому что времени сейчас не так много. Есть какие-то еще по Дагестану вопросы? Очень многие просят у вас контакты, мы их отставим везде, где сможем, ваши контакты. Спасибо. Да, Гуля и Юля, это наши коллеги, мы им полностью доверяем с точки зрения именно, они знают, как делать хорошее мероприятие. Вот, поэтому, собственно, их выбрали для того, чтобы рассказать про Дагестан. Так, есть ли еще вопросы? Вот я смотрю прямой эфир, который у нас идет в Фейсбуке, не вижу. И кто у нас здесь в зале присутствует, как у вас сейчас? Есть вопросы какие-то, которые бы вы хотели задать в данный момент, или мы будем завершать уже? Не вижу вопросов. Значит, наверное, тогда все. Ну, давайте напоследок еще спрошу все-таки вопрос, который был от нас. Это, как вы считаете, вот три места, которые обязательно надо посетить во время поездки в Дагестан? Ну, конечно же, Дербент, который считается древнейшим, одним из самых древнейших городов в мире и самым древним в России. Его прекрасная архитектура, с его фортификационной крепостью. Очень интересное место. Ну, естественно, там есть возможность продегустировать наши знаменитые коньяки, вина. Это Дербент. Вторая локация. Но на самом деле мы бы не ограничивались тремя локациями, потому что их намного больше. Но если, как бы, нужно выделить три, то, помимо Дербента, конечно же, Сулакский каньон. Это наш Дагестанский фьорд, наш самый глубокий, один из самых глубоких каньонов. Обязательно посмотреть его. И, наверное, Карадахскую теснину. Это тоже, знаете, такое удивительное явление природы. Это ущелье шириной 5 метров и с высотой каменных стен до 170 метров. Ты туда попадаешь, и там такая игра света. Время поаптисало, эти стены, они приняли такие причудливые формы. Это очень интересное место. Ну, это, пожалуй, третье. обо всех остальных мы готовы рассказать уже вам подробно в личной беседе. Кому будет интересно, звоните нам, пишите. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы, поможем, сориентируем, посчитаем и что-то сделаем вместе. Мы готовы к сотрудничеству и рады любым инициативам. кто-то просит презентацию, можно оставить свой e-mail либо здесь, либо в группе, там, где сейчас идет эфир, и мы все e-mail девочки соберут и разошлют свою презентацию вообще без вопросов. Голь, ну и, наверное, такой, знаешь, самый последний вопрос, который тоже вот у нас от клиентов звучал по поводу безопасности. Что с безопасностью в Дагестане, насколько вообще можно отправлять, спасибо, Андрей Клиницкий, очень приятно вас видеть, кого можно отправлять в, можно ли безопасно отправлять группу сейчас в Дагестан? Аня, ну скажу так, мы вот в рамках разных мероприятий бывали в разных регионах нашей страны, в мире, и абсолютно никакой разницы в плане безопасности мы не видим. Здесь абсолютно все так же, как и везде, но, пожалуй, я, наверное, выделю, что у нас все-таки особо радушный регион. Вот у нас последнюю рубашку отдадут, лишь бы гость был, остался доволен и был счастлив. Вот это все могу сказать про нашу безопасность. Никаких здесь острых конфликтных ситуаций на данный момент нет. Все живут мирно, счастливо, у нас хорошая погода, у нас лесна в разгаре, и все очень ждут вас, очень ждут туристов, группы, все рады вас принять. коллеги, когда я всех благодарю, кто присоединился, понятно, тут комментарии по поводу Андрея Кринецкого, это очень мило, Василий пишет, что только вернулся из Дагестана, очень безопасно, да, тут больше вопрос именно от корпоративных клиентов, не индивидуальных, а многие боятся именно группы свои отправлять, думают еще, имеет смысл или нет. Хорошо, тогда мы ждем емейлы, вот нам тут оставляют, мы все передадим, и девушки обязательно отправят вам емейлы, наши емейлы презентации. Спасибо большое, я хочу еще раз поблагодарить Гулю и Юлю, которые присоединились, смогли рассказать про Дагестан, и следите за нашими фирмами, мы предполагаем еще несколько эфиров по другим направлениям, в пятницу у нас будет эфир по Калининграду, хочу сразу анонсировать, про него будет рассказывать Андрей Криницкий, будет в пятницу в 11 утра, скорее всего, но мы точно еще информацию разместим. Поэтому всем большое спасибо, хорошего дня, и запись сохраняем. Всего доброго.